Стоимостью главного пасхального товара накануне светлого праздника заинтересовались специалисты потребительского рынка. И даже организовали рейд в торговые сети. Главная цель – удержать цены на популярный товар в эти дни. Управление потребительского рынка, с нами политика, вежливая область, мы проводим информационно-аналитическое наблюдение в торговых сетях. Отдел, где продают яйцо, в этом супермаркете давно пуст. Причина – 50% скидки. Пасхальный товар здесь продавали по 30 рублей, но не более 60-ков руки. Люди собирались у магазина еще до открытия. За полтора часа полки опустили. Мы даже не предполагали, что будет столь высокий спрос, ажиотажный, можно сказать, на данный вид аар. То есть с нами было заказано 90 тысяч яйца куриного, дабы максимально удовлетворить потребности наших покупателей. Но сами не ожидали, что будет такой спрос. Противоположная ситуация в другом супермаркете. Товаров в наличии много, но покупатели витрины с яйцом обходят стороной. Цена на продукт необоснованно завышена. Стоимость за десяток доходит до 73 рублей. А в этом магазине яйцов продают по 69 рублей за упаковку. Лепчан цены удивляет. Многие приходят в магазин, но, посмотрев на ценники, проходят мимо. Я взяла магазин за 62 с копейками десяток, почти 60. Для меня, конечно, накладывают. В магазине просто не то слово, какие дорогие. Могло быть дешевле, а то кур чуть золотый становится. Как выяснилось, чаще всего стоимость завышает региональные сети супермаркетов. Поставщики цену в этом месяце не меняли. Поэтому объективных причин завышения в управлении потребительского рынка не видят. Проанализировав эту ситуацию, мы увидели, что именно федеральные сети цену держат минимальную. А наши региональные сети все пытаются поднять. Это неправильно. Чтобы исправить ситуацию рядом с магазинами, где цена на яйцо завышена, по инициативе специалистов потребительского рынка развернут торговлю с машин по цене не более 50 рублей за десяток. В преддверии Пасхи никто не должен остаться без символа этого праздника. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.